Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью и с вами я, Мила Тарасевич. Сегодня нас пригласили в гости в Одинцовскую лингвистическую гимназию. И повод действительно есть, ведь уже второй год подряд в стенах этого учебного заведения проходит академический обмен. И к нам в Одинцово приезжают ученики и преподаватели Международного лицея Saint-Germain-André, который находится во Франции. Сегодня мы пообщаемся с Ириной Юрьевной Череновой, заместителем директора Одинцовской лингвистической гимназии по учебно-методической работе, учителем французского языка этой же школы Любовь Владимировна Тяросовой, преподавателем современного искусства и арт-пластики Международного лицея Филиппом Жалабером, а также с учащимися круглой школы Ириной Кириллом и ученицей 10-го класса Международного лицея Анны. Хотелось бы начать, Ирина Юрьевна, с вас. Расскажите, пожалуйста, как вообще родилась идея создания такого академического обмена? У кого она появилась и кто является инициатором? Ну, надо сказать, что первой партнерской школой нашего образовательного учреждения была гимназия из Германии. К нам приезжали в прошлом году гимназисты из города Эрдинг, Мюнхена, и там инициаторами этих взаимоотношений были мы. Мы искали партнерскую школу в Германии, а с Францией получилось немножко по-другому. Инициаторами партнерских взаимоотношений между нашими образовательными учреждениями стали наши французские коллеги, потому что школа очень интересная, в ней 14 секций, и каждая школа в этой секции имеет своего партнера в стране изучаемого языка. Один из наших выпускников в прошлом году поступил после получения аттестата об основном общем образовании, 9 класс закончил, поступил в Международный лицей Сен-Жермен-Англия, и таким образом там узнали о нашей замечательной школе. И нам поступило такое предложение, от которого мы не смогли отказаться, установить дружеские сначала культурные контакты. А в этом году мы перешли на новую ступенечку, мы выходим на уровень академического обмена. В прошлом году впервые к нам приезжали ребята из Франции, и это был просто такой молодежно-культурный обмен. То есть мы знакомились, мы общались, ездили на экскурсии. Дети немного ходили на уроки, насколько это позволяла, программа обмена. Потом мы съездили в гости, а уже в этом году мы заключили договор о академическом обмене. То есть мы договорились о том, что в стенах наших учебных заведений дети могут учиться по обмену. И вот мы очень рады, что в этом году после того, как делегация уехала, у нас осталась ученица, которая еще неделю у нас учится, и преподаватель, который вел у нас уроки. Расскажите, пожалуйста, про тех деток, которые неделю назад получили дипломы на концерте. Дипломы, я так понимаю, они прошли экзаменационные сессии, сдали экзаменационные сессии, получили высокие баллы по французскому языку. Что вообще дают им эти дипломы, и помогают ли они как-то в будущем, в дальнейшем, возможно, при поступлении в ВУЗы? Действительно, у нас на концерте, который был посвящен совместному проекту с Международным лицеем Сен-Жермен-Ан-Ле, присутствовали представители Французского института в России. Это учреждение, которое при посольстве Франции существует в России, и занимается такой пропагандой французского языка, французской культуры, и в том числе проводит сессии международных экзаменов по французскому языку, который называется DELF. Так же, как существуют во всем мире международные экзамены по немецкому, по английскому языку, вот DELF это по французскому. И каждый год не все, но желающие учащиеся в нашей гимназии, после специальной подготовки, имеют возможность сдавать этот экзамен. Мы выходим на международный уровень, потому что дети, которые имеют сертификат, могут учиться в учебных заведениях Франции и других стран, там, где языком обучения является французский. Пока мы, конечно, на таком начальном уровне, мы сдаем уровень А1, Б1, и вот в этом году Б2 первые ученики у нас дают, но это всегда очень высокие результаты, мы этим очень гордимся. Огромная заслуга в этом не только наших учеников, но и преподавателя. Вот у нас Любовь Владимировна, которая ответственна за этот экзамен, которая является экспертом по приему экзаменов международных, имея огромный опыт. Вот я думаю, что она тоже немножко остановится на этом и чуть-чуть расскажет. Да, конечно, Любовь Владимировна, мы видели, как вы неотрывно были связаны с делегацией наших иностранных гостей. Расскажите, пожалуйста, вот об этом опыте, он у вас впервые в жизни или нет? То есть вы-то привыкли преподавать детям язык, а тут вот такой вот опыт. Как вам? Расскажите, пожалуйста. Ну, хочется сказать, что профессия учителя, она также связана и с профессией переводчиков. Ну, у меня большой опыт организации обмена. Я много лет работала в Архангельском государственном университете преподавателем и доцентом кафедры французского языка. И у нас были прекрасные связи с французским университетом Верхнего Альзаса, города Мелуза. И в рамках этого сотрудничества мы организовывали обмен студентами. Мы приглашали студентов французских. Наши студенты ездили учиться во Францию. Преподаватели французские приезжали с курсом лекции, выступали перед учителями школ и региона Архангельской области. И мы, преподаватели французского языка в России, ездили преподавать русский язык в Мелуз. И, кроме того... У вас настолько богатый опыт. Большой опыт. Сами можете им делиться. Да. И, кроме того, мы со студентами в городе организовывали очень много праздников по распространению французского языка. Мы проводили праздники франкофонии, приглашали известных людей Франции, в том числе писателей, архитекторов. То есть это как-то воодушевляло студентов на изучение французского языка. И я горжусь орденом академических пальм, которые мне присудили за работу по распространению французского языка и культуры Франции. И хочется сказать следующее. Прежде всего, огромная благодарность и администрации Одинцовской лингвистической гимназии, и администрации Международного лицея в Сан-Жерман за предоставленную возможность нашим ученикам участвовать в международном обмене. То есть вот эти международные контакты, что они дают нашим ученикам? Прежде всего, это интерес к французскому языку, это удовольствие от общения с носителями языка. Я видела, как это дружба с французскими детьми, и видела, насколько теплые были отношения наших детей двух стран. Ну и, конечно же, это более такое углубленное изучение и знакомство с культурой страны изучаемого языка. Хотелось бы прежде всего поблагодарить господина Жалабера. Господин Жалабер оставался у нас две недели, читал курс лекций, в том числе для учителей Одинцова и Одинцовского региона. Учителя очень высоко оценили его лекции и участвовал в уроках по французскому языку, проводил уроки по современному искусству. Уроки по обучению арт-пластики. Для нас это было, конечно же, многое. Арт-пластика предполагает и обучение живописи, и архитектуры, и видение в пространстве, и видео. А, впрочем, я вам дальше говорить не буду, наверное, месье Жалабер, он сам об этом все расскажет. Настолько дети были заинтересованы уроками месье Жалабер, что действительно даже аплодировали. Да, ну и мы, конечно же, тоже заинтересовались, поскольку неделю назад мы познакомились. Филипп, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша неделя? Для меня это тоже был прекрасный опыт преподавания, поскольку я из Франции, ученики были из другой страны, но тем не менее, мне было очень интересно работать с вашими учениками. Мне повезло, что я работаю в интернациональном лицее, где приезжают учиться ученики из более чем 14 стран, и они не говорят на французском языке, поэтому мне нужно адаптировать свою речь, и обучая урокам искусства, мне надо также продолжать обучать их французскому языку. А как давно вы открыли для себя эту методику, как давно вы на ней работаете? Ну, это очень долго, я учил, я начал работать в этой дисциплине в 1980-е годы, в 1980-е годы. Но когда я приехал в этот ученик, это было 20 лет назад, я приехала в этот ученик. И для меня, как профессора французского, это уже был урок, это уже был урок, потому что, как я уже сказал, это были ученики из разных стран. И они совершенно не говорят на французском языке. Представьте, преподаватели, которые приходят в школу, на которые смотрят глаза учеников из разных стран, и он задает себе вопрос, что нужно делать? И у меня преимущество, по сравнению с моим коллегой бывшим, Потому что я использую образы. И образы, которые, в некоторой степени, международные и международные, и международные, И чтобы ответить на ваш вопрос, я вдруг это же самое удовольствие почувствовала здесь, на занятиях. Потому что я не говорю по-русски, потому что я не говорю по-русски. И я не говорю по-русски. И ученики, которые смотрели на меня, как будто я инопланетяне. И как же делать, как же поступать. И тогда я показала мои фотографии. И очень хорошо, что мы уже занимались этим предметом. И надо было так использовать прием, как будто бы ты бросаешь удочку и ловишь рыбку. И чтобы у учеников появилось желание, огромное желание говорить. Филипп, ну вот здесь две рыбки сидят. Это Ирина и Кирилл. Вы наверняка успели не только с ними пообщаться, да, Но и преподавали им по своей методике французский язык. Что можете сказать об этих способных ребятах? Она, она была в моем курсе вчера, это правда? Она вчера пришла на мои занятия. И она, ну, ты расскажешь о твоей опыте? Да, и она потом расскажет свой опыт, то, что она пережила на уроке. Но я видела в ее глазах, что что-то в ней тоже происходило. Я показал картинку в течение пяти секунд. Я внушал картинку. И затем я убрал картинку. И я спросил, что вы увидели на этой картинке? И так, как львовка была не совсем обычной. И среди 20 учеников, можно получить 20 совершенно разных ответов на эту картинку. И так, как у ученики дают совершенно разные ответы, ты показываешь картинку. И так, как у ученики дают много разных ответов на эту картинку. И даже ребенок, который не говорит на французском языке, ему хочется говорить, вот настолько вызывает эта картинка интерес. И так, как ты ловишь рыбку. Потому что они должны найти ответ на вопрос. Это один из примеров работы с современным. А потом говорят, еще и ученики добавят что-нибудь. Кирилл, ты впервые принимаешь участие в таком обмене. Расскажи, пожалуйста, какие знания ты приобрел? Я приобрел большой новый опыт. И не только с точки зрения изучения языка, а также узнал много нового о культуре и об истории двух стран России и Франции. И мне, на самом деле, очень интересно участвовать в таких программах. И я думаю, что это моя первая и далеко не последняя программа, в которой буду участвовать. Любовь к французскому языку у тебя когда появилась? Когда я принял участие в такой программе, потому что такие программы, на самом деле, очень сильно мотивируют на изучение языка. И я считаю то, что каждый должен попробовать себя в обмене между двумя странами. То есть я правильно понимаю, что изучать язык французский ты стал буквально совсем-совсем недавно? Да, совсем-совсем недавно. И я поставлю для себя цель изучить его до конца. И, собственно, возможно даже сдать экзамен и подтвердить свой уровень. А возможно даже и полететь во Францию, правильно? Ирина, вы как раз напротив участвовали во всех обменах и во Франции, и в Германии. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Что это было для вас и почему вы решили принять участие? Когда я приняла решение участвовать в этой программе в этом году, мои друзья спросили меня, какой раз ты участвуешь уже? Третий? Зачем тебе это? Тебе не надоело? Я должна сказать нет. Абсолютно не. Нет. Каждая программа обмена организована так, что представляет собой что-то необыкновенное, необычное, великолепное. И каждая программа отличается друг от друга. В прошлом году, когда приезжали ребята из Франции, тема нашего проекта совместного была биография жизни Тургенева и связь России и Франции. Мы знаем, что Тургенев провел очень много времени во Франции, и благодаря этому у него получилось установить великолепные литературные и международные отношения между Россией и Францией. И мы изучали это. Это было необыкновенно интересным опытом. Более того, тема проекта этого года – борьба стран Франции и России против фашизма. И совместная борьба. И как раз в мае ребята из России поедут во Францию для того, чтобы закончить обмен в этом году. А ты как раз расскажи нам французский язык. Как полюбила? Когда это произошло? На самом деле иностранные языки – это моя страсть. Я обожаю изучать иностранные языки. То есть не только французские? Я обожаю на них говорить. И когда появилась возможность участвовать в программе обмена, это было три года назад, я сразу же подключилась, потому что мне было интересно. Первая программа обмена, Ирина Юрьевна уже сказала, была со школой в Германии, в пригороде Мюнхена. И тогда я изучала немецкий только на протяжении пяти месяцев. И мне было интересно попробовать использовать его на практике. И я действительно получила огромное удовольствие от этого опыта. Ты сейчас учишься уже в одиннадцатом классе. Что ты будешь делать в следующем году? Придешь в любимую школу для того, чтобы опять поучаствовать в обмене? Или все будет зависеть уже от твоей учебы? Как ты прервешь такое любимое свое занятие, окончив школу? Это очень трудный для меня вопрос. На самом деле, если бы я сейчас была не в одиннадцатом, а в девятом классе или в восьмом, я бы продолжала и продолжала и продолжала участвовать в этих программах. Но мне кажется, что программа обмена – это всего лишь повод познакомиться. И это способ установить отношения с ребятами из-за границы. Теперь у меня есть друзья по всей Европе. И я езжу к ним в гости. Они часто приезжают навещать меня. И я думаю, что эта программа обмена, она останется со мной до конца… На протяжении всей твоей жизни. Да, на протяжении всей моей жизни. А теперь переходим же к друзьям. Вот как раз Анечка, теперь твой друг. Расскажи, пожалуйста, Анечка, как тебе здесь, в этой школе? Насколько я знаю, ты сюда приезжаешь уже во второй раз. Первый раз, когда мы приехали сюда, это было знакомство со школой. Но в этот раз я хожу на все уроки, как настоящая ученица. И так я могла узнать больше о русской школе. Расскажи, пожалуйста, как тебя приняли в школе, ну, можно сказать, твои временные одноклассники? Первый день и самые первые минуты. И это была неудобная ситуация, потому что все смотрели на нас, потому что я была с друзьями тоже. И они все мальчали, и мы не знали, что делать, с кем разговаривать. Но потом уже сейчас у меня друзья. Расскажи, пожалуйста, где ты здесь живешь? Все-таки две недели срок приличный. С Ириной. А, ты живешь у Иры? Ир, то есть ты вот настолько прям заводишь дружеские связи, что уже всех приглашаешь к себе домой, своих друзей. Умница какая. Расскажи, пожалуйста, отличается ли твой первый визит от второго? Да, как я сказала, первый раз это было знакомство со школой. Но этот раз я хожу на все уроки. Какой урок тебе понравился больше всего? Это было общее сознание. Потому что у нас похоже, но не совсем. И тоже искусства у нас нет. К сожалению, у нас нет. Расскажи, пожалуйста, помимо обучения в школе, учебной программы, чем ты успела еще здесь позаниматься? Возможно, вы с Ирой ездили на Красную площадь. Конечно, мы были в ГУМе. Много. У нас была прекрасная программа. Мы посещали новую и старую Третьяковскую галерею. Если я правильно понимаю, ответный визит во Францию планируется в мае будущего года. Уже известно, какая будет программа, будет ли она чем-то отличаться. И главное, в каком составе вы туда отправитесь. Да, мы планируем, что наш визит во Францию ответный состоится в период майских праздников. И в частности, мы будем во Франции 8 мая, когда весь мир празднует окончание войны с фашистской Германией. И в этом году не случайно тема нашего обмена выбрана, наше совместное участие наших двух стран в борьбе с фашизмом в Второй мировой войне. Мы начали работу над этим проектом здесь, сейчас, когда у нас французские ребята были. И закончится эта работа представлением проекта именно во Франции 8 мая. Это будет русский вечер в Международном лицее, куда будут приглашены родители учеников, преподаватели русской секции. И мы совместно с французскими ребятами покажем результаты нашей работы. Тема оказалась очень интересной, неожиданно объемной и, на мой взгляд, очень важной. И для нас, и для молодого поколения, и для русских ребят, и для французских. Мы поедем, наверное, большой группой. Все, кто принимал участие в обмене здесь. И наши преподаватели, такой представительной делегации, для того, чтобы достойно встретить и отметить годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но не у нас, а во Франции. Насколько дней запланирован ваш визит во Францию? Предположительно, это будет 8 дней. Как всегда, насыщенных, максимально насыщенных. Потому что ребята за эти дни будут учиться в лицее. И, конечно, обширная культурная программа. Мы планируем посетить музеи в Лебурже. Планируем съездить в провинцию Нормандия. Наверное, это, безусловно, будет Париж. Ну, Франция – это такая страна, как и Россия, на самом деле. Куда можно ездить много-много раз и не повторяться, посещать новые места, музеи. Программа будет окончательно сформирована после того, как мы наших французских гостей проводим уже домой. И вплотную займемся непосредственно планированием и организацией новой поездки. Ирина Юрьевна, хотелось бы вернуться все-таки к Анечке, ее обучению. Расскажите, пожалуйста, оценочная система все-таки какая-то будет за две недели обучения? Или же она просто не была предусмотрена программой? Ну, надо понимать, что академический обмен, да, ну, даже пока это языковая стажировка, скажем так. И нужна она для того, чтобы ребенок полностью погрузился в языковую среду. То есть нашей целью не является получение какой-то… не является обучение как таковое. Да, для этого, конечно, две недели надо понимать, что совершенно недостаточно. Для нас это первый опыт. И пока мы находимся в процессе, в таком поиске, как это будет все протекать в дальнейшем. Но, тем не менее, мне кажется, что опыт очень удачный и очень многообещающий для нас. Я хочу поблагодарить всех за интересное, насыщенное интервью. Будем надеяться, что такой академический обмен будет способствовать укреплению дружеских отношений между нашими странами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.